здрасте дорогие мои на сегодняшняя тема ролика будет как дать гнездо как приучить гнездом пара опять же по практике вода камень точит начнем опять же ломать стереотипы которые за последние пару-тройку десятилетий людей начала появляться что якобы без лекарства якобы без боли это да без прививок невозможно содержает голубей дорогие мои сезон оспы ну сегодня у нас чуть-чуть похолодало сегодня не так уж жарко обещали где-то градусов на 5 температура будет падать время насколько девять часов голубят не просто 4 август месяц середина августа самый пик оспы самый самый пик оспы в это время бывает теперь наблюдаем тянем камеру максимально чтобы каждый точечку увидели состояние но крылья туда крылья туда клюва глаз это мелочевка все мелочевка все мелочевки ну уж есть ли есть ли человек после того когда столько показ показываем внимательно столько показываем не рассказываем не говорим а показываем понимаете потому что говорить можно что угодно хоть что угодно можно говорить а вот делает точнее показывает невозможно дорогие речь все можно вот еще один шпигалетик выпрыгнул вот еще это я петер мелочевок показываете ну по ноздром по размеру по пуху на голове видно что это мелочь это пищал понимаете это пищал каком они состоянии но это тоже видно это уж точно видите знаете же состояние покажу и заодно и помет тоже смотрите помет который я специально не почистил помет смотрите на что творится и на полу и так и задавайте себя вопрос дорогие мои а на самом деле деле правду говорят что если не будете пропаивать прививать то другое у вас ничего не получится просто вот задавайте вопрос я показываю все это пусть те ребята которые прививают пропаивают мать и смо покажет так лишь просто покажет состояние но опять же до 34 градуса 9 утра но это жарко конечно жарко конечно духота а клюв у всех голубей закрыт ни один из них не сидит нахохлившийся жарко душно но птица бодрая а что вам еще надо понимаете вот нахрена козе баяны вот объясните мне вот нахрена голубям лекарства в природе коза никогда не играл на баяне в природе никогда голубей там животных это да там никто не права пропаивает там антибиотиками прививками так что надо делать дорогие мои надо научиться правильно содержать очень часто очень часто у нас умники когда я показывал когда голуби от хищника спокойно уходит когда не может это да говорит да такого быть не может дай мне твоих голубей и я их покажу что хищник их берет вы думаете они правильно это неправильно говорят если им дать моих голубей конечно у них хищник возьмет этих же голубей у меня не возьмет у них возьмет почему меня не возьмет у них возьмет потому что у меня птица здоровая у них в руках эта птица заболеет ослабнет а кого берет хищник правильно хищник в первую очередь ловит больных и слабых то есть если взять испортить голубя взять испортить голубя чтобы он стал больным слабым да ну конечно хищник возьмет а самое интересное дорогие мои эти голуби то они богом помазаны да да пусть по результатам как вам сказать пусть чуть больше показывает чуть лучше показывает но столько лет держает голубей и среди этих голубей но не все же в одно плохое к вам руки попадает и за столько лет не убедиться что хищник берет слабых голубей значит вы не на том месте стоите не то делаете понимаете уж среди сотни тысячи голубей которые через многие руки у многих через их руки проходили можно было найти несколько штук голубей которые бы жили долго счастливо с крыльями и хищник бы ничего не делал то есть это вот тема для размышлений что делать как делать чему стремиться теперь значит перейдем к вопросу как дать гнездо голубям ну я так понял человек который написал у него голуби снесли на полу и вот не знает что делать очень часто у нас голуби несутся на полу если внимательно смотрим во первых я всегда говорил говорю и буду говорить голубятня голубятня должна быть не красивая а удобная понимаете то есть не надо дворцы строить надо строить простенько классически элементарные но удобные гнезда понимаете ну представьте себе какой размер кровати нужно человеку обычно стандартно полтора на два допустим делается ну если вы сделаете там допустим пять на шесть кровать это не говорит о том что это хорошая кровать там он большой кровать если еще этот кровать будет позолотой там он будет красивой кровать но вопрос удобно ли будет вам в нем спать понимаете вот этот вопрос то есть гнездо должна быть удобной для голубей ну стандартно гнездо я уже сто пятьдесят раз говорил там вот эти обрешетки для чего сделали все вот это как бы я объяснил да теперь значит по самому по самим гнездам видите вот я там закрыл вот туда лезет это молодая голова он это гнездо хочет взять если обратили внимание мне вот такие решеточки которые периодически то гнездо закрываю это гнездо закрываю третье закрываю потом в этом появляется пара вот там будет пара вот там будет пара видите вот пара сидит есть и голубь вот элементарно да вот сейчас я открою это гнездо и покажу ладно я хоть его закрыл но его как бы еще это молодой голубь как бы еще паровать не собираюсь вот сейчас он залезет туда возьмет это гнездо вот это значит что мне надо будет делать мне надо будет в этом гнезде для него кинуть голубочку чтобы он споровался в этом гнезде видите все он это гнездо взял он уже хозяин купил пацан квартиру надо жену туда то есть скину я туда голубку они там быстро споруются это будет его гнездо делается просто элементарно да то есть это если допустим вот в таком случае попалось ну а если допустим вам там ну привезли новую пару или что то как то там вы хотите с ноля дать гнезда для чего закрываются эти гнезда эти гнезда закрываются для того чтобы остальные не лезли туда голуби как люди тоже жадные им не хватает одной квартиры одного дома одной машины им тоже хочется много он может и два гнезда занять и три занять и четыре занять пять занять ну сколько силы хватит у него удержать эти гнезда для того чтобы соседние голуби не заняли эти гнезда гнезда мы закрываем пустую пустая хата потом пару которому мы хотим дать или паровать хотим вот здесь я кинул паровать тут гнездо тоже одна пера не прилетела на свадьбе я выпускал это это вот и красношея не пришло вот пришлось от красношеи голубочку кинуть вот с ним паровать то есть ну пары вот нет да и там точно так же мара-марашея не прилетела и стариковский сын вот тоже вот эти две пары перепаруют так значит я кидаю голубку в гнездо голубя потому что ну голубь он сильный он не просто без боя не сдаст а голубки они послабее они спокойно уйдут то есть вот гнездо вот ее она оттуда придет сюда это да это не у этих так красноперых вот тут я порвал от стариков ну бессмертная сестра она вот тут сидела она будет теперь тут сидеть к этому голубю значит закрывайте в гнезде ставите вот такие маленькие поилочки чашечки вот она у меня сделана вот так ну обыкновенный провод видите вот так вот чтоб цеплялась надеваем обрешетка тоже три с половиной сантиметра должна быть чтобы голова могла спокойно пролить в этом месте вы здесь вот смотрите видите тут узко-пуске а вот здесь щели узко-узко-шире это все сделано специально для этого для того чтобы как бы потом для паровки то есть заранее все сделано видите узко-узко-шире это для чашки вместо тоже узко-узко-шире узко-узко-шире это вот специально вот это три с половиной сантиметра для того чтобы чашки это заранее было сделано то есть то что я говорю что должно быть удобно значит закрываете в гнезде бывает через 10 минут они пороются бывает через секунду они пороются бывает месяц не пороется вот там вчера вечером скину уже вспоровались и тут тоже самого с с парой то есть но вы уже увидите вот видел голубка чешен гол гол глади волокон или голов когда эту же порос по ровное варке уже с парово на паро да тем самым вот когда они начинает ал aut начинает вытолка начинает вокруг крутиться целоваться или значит все споровано можете выпускать значит это в этом случае вот это его гнездо он сюда никого не подпустит вот голубь это молодой который ту гнездо сдали он тоже никого не подпустит голубка обязательно прыгнет к нему но если мы берем допустим ну новую пару там но эту пару или молодую пару сажаем вот в этом гнездо то есть все они споровались они в этом где здесь сидят все уже там целуются обнимаются поют танцует открываем расчет очка вот эти вот 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 эти соседи будут претендовать на это гнездо и он со всеми должен будет отношение выяснять в этом случае вы помогаете просто вам надо будет посидеть голубят не посмотреть на голову остался голубя этом гнезде лезет другой голубь к нему драться отбирать у него это это гнездо того вы берете за хохолочек вот так вот так берете слегка трещете и выкидываете он опять лезет туда опять выкидываете опять лезет туда опять выкидываете то есть так чтобы вот этот голубь уже стал владельцем да ну то есть как скажем ну человек взял хату на него там наезжают соседи да ну надо соседи на место поставить приехать друзьям в этом случае вы как роли друга да помощника помогайте что это гнездо он взял себе после того как он взял себе он снесет и это будет его гнездо пока не появится какой-нибудь сильный голубь и не выгонит его оттуда бывает тоже такое появляется молодой бешеный как у львов пройди все нормально появляются молодые бешеные раз и нет да это в случае бывает такое что они гнездо взяли даже сену тошит это да но голубка идет на земле начинает садиться и это да яйца снести что делается в этом случае в этом случае дорогие мои надо будет если голубь уже одно яйцо снесла надо будет голубь взять сделать такое гнездо подложить туда яйцо и и и там закрыть чтобы она снесла второе яйцо можно вместе с голубем закрыть снесла второе яйцо села и после этого напомните генерала голубочка любит частенько на земле да там где маленький птенец она опять несет яйца я беру яйца подкладывает туда опять она даже не закрывая она лезет туда и там садится если не садится значит закрывает то есть тем самым мы привучиваем голубей вот у меня просто стою настолько душно тем самым мы даем гнездо ему то есть надо дать правильно дать гнездо с условиями и наблюдать чтобы они это гнездо взяли мы сейчас сканируем и миру мир покажу то есть вот эта пара уже как бы споровалась сейчас выпущу это я буквально вчера вечером и вот такие провод проволочки тоже я привязываю чтобы решетка не упал это уже парочка поставлю на сканировку посканируется я не сейчас как раз всегда при не хотят даже выпрыгнуть гнездо все уже взяли гнездо у нас еще вчера полетела сейчас же жара а сплет система не успевает оплаждаться и получается как сильные в жару система света нету сильные морозы когда нужно свет чтобы обогревать или включать опять света нету и получается что мы попадусь у нас вчера не было где-то с обеда до до 12 ночи свет катастрофа была да и вот видите тоже вчера корму сыпала вот успели тут съедать пошли покормить за за ячменем не успели опять же сейчас они будут кушать ячмень не любят они речь меня а когда кушать нечего голодные они едят все они едят его а ячмень это полезная штука это очень полезная штука тут голый ячмень все остальное они уже вчера вечером сели пока было светло потом стало темнее не успели кушать ну и зрение в голубе вот смотрите вот тут у меня уже нормальный корм семечки кукурузу вот смотрите сейчас вот кидаю вот этот корм и насколько хорошо они вылетают оттуда быстренько все в небе воздухе они видят это вот тут а кидаю другое место в первую очередь будет кушать семечки кукурузу ну вот вейку зерно просу только последнюю очередь они будут кушать ячмень а сейчас они будут летать не хотят не хотят не хотят вот там несколько сорвались не хотят не хотят Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok